МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговые новости на телеканале Алматы в студии Диас Махамбетов. Смотрите сегодня. ЧП с автобусом в Майкаине. Тело спасателя нашли спустя полгода после трагедии. Детали поисков в этом выпуске. Более 400 стихийных свалок обнаружили в Истане с помощью космомониторинга. Кто их создает и какое наказание ждет загрязнителей? В октябре сносят многоэтажки, построенные по госпрограмме 5 лет назад. Почему рушат и кого накажут за это? Повышение тарифа на проезд до 120 тенге и отмена наличной оплаты. В Алматы депутаты утвердили ряд ключевых вопросов, касающихся жизни горожан. В Казахстане вновь намерены ограничить выдачу кредитов. Какие займы подпадут под новый пакет правил и почему экономисты против? Начинаем выпуск. Тело третьего спасателя, погибшего на Майкаинском руднике, нашли в Павлодарской области. Его обнаружили на глубине 70 метров и подняли на поверхность спустя почти полгода с того момента, как автобус с людьми провалился в воронку старой шахты. Личность погибшего будет установлена после проведения экспертизы. Однако по предварительным данным считают, что это 36-летний Айдос Шеймерден. Его извлекали вручную, чтобы не повредить. На это ушло почти 10 часов. Об этом рассказали в компании Майкаин Золото. Пропавшим без вести числился и 55-летний водитель Айб Тлеубергенов. Напомню, беспрецедентная трагедия произошла 4 января этого года. Тогда автобус с тремя горноспасателями и водителем по дороге на вызов провалился в очистное пространство шахты. В тот же день поисковый отряд нашел тело двоих. Поиски оставшихся затянулись из-за угрозы обвала стенок котлована. В конце июня поисковые работы возобновили. На место проведения аварийно-спасательных работ прибыли спасатели ДЧС Павлодарской области, которые совместно с ТОО Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб подняли на поверхность тела и передали следственно-оперативной группе. Сейчас проводятся экспертизы и устанавливается личность найденного спасателя. В Астане выявили более 400 несанкционированных свалок с помощью космического мониторинга. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития. Столица стала антилидером среди проверенных регионов. По словам экологов, причина в халатном отношении казахстанцев к окружающей среде. Амина Усенова расскажет более подробно. Согласно результатам космического мониторинга Министерства цифрового развития, в городе зафиксировано свыше 400 незаконных свалок и два легальных полигона. По словам экологов, проблемы в жителях, которые оставляют отходы на пустырях. К примеру, в Алматинском районе столицы ранее насчитывалось около 170 незаконных свалок. Половина из них уничтожена. Но, тем не менее, проблема остается актуальной. Специалисты считают, что наказание за загрязнение окружающей среды необходимо ужесточить. Имеется 505-я статья. Там по первой части предусмотрено предупреждение. Но только при повторном нарушении предусмотрен штраф. Ликвидация данной образования свалка не предусмотрена законом. Уже который год местный институтный орган работает по этой линии, чтобы предусмотреть данную статью. Ужеесточить санкции по данным экологическим нарушениям пока нет результатов. К слову, космический мониторинг проводится с 2018 года. Ежегодно с марта по сентябрь специалисты с помощью специальной аппаратуры оценивают состояние необходимой территории. А космические снимки местные ответственные органы могут посмотреть на сайте. Доступ имеет сервис, это департамент экологии региональной. То есть в каждом регионе каждый департамент экологии видит всю ситуацию. Они уже непосредственно делают выгрузки или также предоставляют доступ Акиматам. И Акимат каждый по своей территории уже проводит утилизацию институционных свалок. Всего в этом году на территории страны выявлено свыше 1800 незаконных свалок. Первый в списке антилидеров – город Астана. Далее идёт Карагандинская и Костанайская области. В октябре решили снести многоэтажки, возведённые по госпрограмме. Их признали непригодными для проживания спустя пять лет после ввода в эксплуатацию. Скандал вокруг аварийных новостроек разгорелся год назад, когда жильцы обнаружили в подвале огромные трещины. В итоге 48 семей переселили в другое жильё. Сегодня стало известно, что расследование по делу о некачественном строительстве завершили и передали в суд. Отмечу, два дома обошлись бюджету в 337 миллионов тенге. Экспертиза подтвердила, что многоэтажки восстановлению не подлежат. Как выяснилось, технические характеристики бетонных блоков фундамента не соответствовали требованиям. Недобросовестных застройщиков будут судить. В совокупности всех собранных доказательств в отношении подозреваемых лиц избранные меры пересечения в виде домашнего ареста, а также залог. В настоящее время прокуратура области уголовное дело в отношении четырёх подозреваемых лиц для рассмотрения по существу направлен в суд номер два города Ахтюбе. Не идут туда автобусы и не ходят такси. Жители города Тобыл в Костанайской области второй год ездят и ходят по бездорожью. Асфальт сняли из-за прокладки новой канализации, но с подрядчиком не заладилось, поэтому работы приостановили на неопределённый срок. Тем временем водители портят свои машины, а местные жители страдают от отсутствия общественного транспорта и утопают в грязи после каждого дождя. Елисея Томашевская продолжит. Передвигаться по этой дороге безопасно впору, разве что на повозке, запряжённой лошадьми. Яма на яме. Такой после себя улицу оставил подрядчик, прокладывавший новую канализацию. Каким было додорожное полотно, люди уже не помнят. Да мы уже забыли, когда она здесь была, если честно. Только пали целых полтора года. Теперь она уже сделанная столько лет. Она стоит в таком состоянии. И вот это прыгаем по всем закоулкам. Посмотрите, самая улица, которая нужная. Везде все закоулки заполнены машинами. Все прыгают и знают, где ехать. На велосипеде даже не проехать невозможно. Машины по тротуарам ездят, где люди должны ходить. Ждём, а когда будет, неизвестно. Автобусные остановки заросли травой. Пассажиров здесь не было уже давно. Общественный транспорт отказался ходить по бездорожью. До школы дети добирались весной, утопая в грязи. А зимой в сугробах возмущены люди. Мой ребёнок утром шёл в школу. И машина вылетела с колеи. И чуть в него не попало. Там вот ближе к центру, там вообще ужасная дорога. Могли бы насыпать песок хотя бы что ли, уравнять там. Ну, страдаем в общем. В Акимате сообщили, что из-за того, что подрядчик не уложился в срок по прокладке канализации, работы не завершены до сих пор. С компанией судится отдел строительства. Проводится процедура госзакупок по определению нового подрядчика на данном проекте. Теперь с нашей стороны Акиматы города Тобл на сегодняшний день мы разрабатываем определенный подрядчик на разработку технической документации именно по асфальтированию данного участка. На сегодняшний день уже тех документации разработаны и находятся на стадии прохождения ведомственной экспертизы. Как только будет получен положительный ответ, будет сформирована ведомственная заявка на выделение денег. Но долго ли продляться эти процедуры неизвестно. Правда, при личной встрече Аким заверил жителей, что до конца года улицу асфальтируют. Елисея Томашевская, телеканал Алматы. Вы смотрите новости далее в выпуске. Повышение тарифа на проезд до 120 тенге и отмена наличной оплаты. В Алматы депутаты утвердили ряд ключевых вопросов, касающихся жизни гаража. В Казахстане вновь намерены ограничить выдачу кредитов. Какие займы подпадут под новый пакет правил и почему экономисты против? Продолжаем выпуск. Цену на проезд в общественном транспорте Алматы повысят до 120 тенге. Оплату наличными при этом полностью отменят. Новый тариф утвердили сегодня на сессии городского масляхата. Он вступит в силу через 10 дней. Помимо этого, в мегаполисе внедрят единый стандарт первичной медико-санитарной помощи. Новые меры помогут повысить качество медуслуг и кадровый потенциал, уверены специалисты. На заседании рассмотрели ряд других вопросов, актуальных для жизни мегаполиса. О них узнаем из материала Адель Акжаркеновой. Сегодня организации первичной медико-санитарной помощи в Алматы перегружены в два раза. По данным Управления городского здравоохранения, в мегаполисе более полутора миллионов человек обслуживаются в 40 государственных поликлиниках, а 517 в частных. Наблюдается регулярный рост количества интенсивных потребителей медуслуг, в том числе среди детей и пожилых. Учитывая это, депутаты масляхата поддержали программу «Единый стандарт первичной медико-санитарной помощи города Алматы» до 2030 года. Первичная медико-санитарная помощь в государственных медучреждениях или частных должна развиваться. Для обеспечения качества и доступности медицинских услуг на амбулаторном уровне был создан Совет первичной медико-санитарной помощи. Привлекались профессоры и члены инклюзивного общества. Совместно была разработана данная программа. Отметим, «Единый стандарт» включит использование электронной очереди для минимизации времени ожидания и меры для снижения нагрузки на врачебный персонал. Стандартизация также охватит подходы к регламентам оказания медуслуг, менеджменту и цифровизации. Основной критерий – комфорт, качество и технологичность. Помимо вопросов здравоохранения, на внеочередной сессии согласовано повышение тарифа на проезд в автобусе до 120 тенге. «Ежегодно фиксируется рост цен на автобусы, их запасные части и иные неотложные расходы. Несмотря на то, что в августе 2023 года тариф за проезд впервые за 11 лет был поднят до 100 тенге при оплате безналичным способом и 200 тенге при оплате наличными средствами, ежедневные поступления от оплаты проезда не покрывают всех затрат перевозчиков». Новый тариф позволит улучшить регулярность маршрутов, своевременно ремонтировать технику и обеспечивать привлекательные условия для водителей, обещают в Управлении гормобильности. Оплату наличными при этом намерены отменить. По словам специалистов, это поможет водителям не отвлекаться во время езды и снизить риск возникновения аварийных ситуаций. Владельцев бизнеса в Алматы обяжут вести уход и следить за санитарным состоянием своих участков. На внеочередной сессии городского маслехата сегодня также утвердили новые правила благоустройства. Они направлены на улучшение санитарного состояния и архитектурного вида мегаполиса, а также развитие туризма. К примеру, предусматривается ответственность организаторов массовых ивентов. После мероприятия они будут обязаны провести уборку и вернуть территории благоустроенный вид. Отмечается, что введение паспорта благоустройства укрепит социальную ответственность предпринимателей в вопросах должного содержания прилегающих территорий и фасадов их объектов. Более подробно о ключевых новшествах в части благоустройства и транспортной системы города, утвержденных внеочередной сессии маслехата города Алматы, мы поговорим прямо сейчас с председателем комиссии по общественному развитию культуры, спорту, религии и молодежи маслехата города Алматы 8-го созыва Асией Акановой. Асия Акановна, здравствуйте и добро пожаловать к нам в студию. Добрый вечер, спасибо. И первый мой вопрос. На сессии с депутатами были утверждены три важных документа. Один из них касается новых правил благоустройства территории города. Насколько это актуальная и востребованная мера для города Алматы? И ведь есть другой документ, дорожная карта развития города до 2030 года. Скажите, в чем разница? На самом деле это очень хороший вопрос. Правила благоустройства, маленькая такая предыстория. По инициативе главы государства, Катамзумат Кемельча Тукаева, у нас была акция «Тазахстан, общеказастанская», в рамках которой это была большая акция по росту экологического сознания. И по инициативе Акима города у нас была Таза Алматы, в течение месяца которой мы активно принимали участие в формировании экологической культуры. И я думаю, что эти правила, безусловно, относятся на все сферы нашей жизни, но эти правила являются каким-то логическим завершением, я бы сказала, наверное, разделения ответственности совместной, безусловно, солидарности, по принципу солидарной ответственности за в том числе и экологию нашего города. Как вы отметили, у нас ряд новшеств, допустим, то же самое по культурным мероприятиям. Наш город Алматы, это, наверное, жемчужина культурная здесь. Их различных мероприятий. Безусловно. И проводятся огромное количество мероприятий. И вот, как вы сказали, будет ответственность организаторов. Вот такой небольшой кейс. Помните, когда пару лет назад на Старой площади у нас были вытоптаны большое количество цветов, и во избежание повтора таких ситуаций и были созданы эти правила. Кроме того, по таким из новелл, это паспорт объекта. Это больше, наверное, к бизнесу, для развития социальной ответственности. К примеру, это, допустим, те же мафы, малые архитектурные формы, это те же фонтаны, фасады. И здесь очень много, на самом деле, смотря с какой стороны посмотреть, это те же скамейки в парках. Допустим, требования, что, когда человек садится, должны быть очень удобные, куда можно переться, спинка, та же самая, скамейки. Кроме того, по особенностям, это фонтаны, в которых теперь нельзя будет купаться буквально. То есть это все указано в положении? Да, безусловно. Но сами правила, они разработаны на основании обновленных правил Министерства промышленности и строительства, взяты за основу. Плюс были учтены мнения общественности, экспертности, местного исполнительного органа, и, соответственно, правила, адаптированные для нашего города. Поэтому я думаю, что это правило также регламентирует, наверное, основные направления, в том числе сегодня у нас сейчас дождь на улице, в том числе и ливневую канализацию. Что очень актуально. Безусловно. Повышение тарифов на правительство в общественном транспорте – это еще один важный вопрос. Вот скажите, почему решили цену поднять до 120 теньги? Вообще рассматривались ли другие варианты ценовой политики? И почему отменили наличные платежи? Вы знаете, наверное, сегодня очень много вопросов дайрект и впрямую на 20%, если бы перейти в проценты, это довольно-таки значимо. И буквально сейчас у нас тоже был такой вопрос. Есть свои определенные, правильные распределения финансовых средств. Например, у нас был поднят до этого тариф, и в результате в 2023 году, к примеру, был обновлен парк. Например, у нас было закуплено порядка 100 новых электрических троллейбусов. Это тоже был резонанс. И, безусловно, это скажется на экологии, на улучшение качества экологии. Второй момент – это, конечно, то, что уже ежегодно у нас идет рост ГСМ, например, инфляция. И, безусловно, это сказывается на размерах субсидий. А субсидии у нас идут с местного бюджета. По прогнозным данным, в этом году фактически выплатили 68 миллиардов, по прогнозным данным – 98. То есть идет хорошее сокращение порядка 7 миллиардов тенге. Соответственно, эти деньги можно будет направить на какие-то социально значимые вещи. То же самое строительство в больнице, школы и так далее на более, скажем, приоритет или тот же бюджет для инвестирования. Отменили наличку по транспортной системе. А вот для чего это делается? Ведь много внутренних и иностранных туристов в город выезжают и пользуются общественным транспортом. Какая альтернатива в этой части предусмотрена? Вы знаете, я этот вопрос поднимала сегодня на 21-й очередной сессии касательно туристов и иногородних. Допустим, приезжают же к нам иногородние, скажем так, гости нашего города. И есть альтернативные механизмы. Тот же СМС, например, тот же, правда, в Астане Каспикер. Может быть, мы придем к этому за временем. Возможно, будут временные какие-то карточки. В принципе, да, какая-то альтернатива рассматривается. Почему это делается? Во избежание, скажем так, зайцев. Потому что, согласно расчетам, опять же, это очень большие суммы, это многомиллиардные потери для бюджета. И, допустим, человек может не оплачивать, пока не придет контролер. Допустим, я тоже езжу на автобусе, очень часто замечаю, но ты же не будешь к каждому подходить и говорить, что... Времени совсем остается немного. И вот хотелось бы задать вопрос в части вашей непосредственной работы в партии Аманат. Вот много проектов реализовано за последнее время. Вот на сегодня какие проекты сейчас активно реализуются и будут реализовываться до конца года? Не могли бы актуализировать? Да, конечно. Мы как депутаты фракции партии Аманат, я, наверное, думаю, что уже прошел год и из таких ключевых достижений, 29 мая 2023 у нас была утверждена дорожная карта по пяти направлениям. Это, получается, безопасный город, это качественная инфраструктура, это доступное здравоохранение, это культурно-спортивный город. И по этим направлениям, получается, у нас идет большая работа. И, к примеру, будучи председателем профильной комиссии по общественному развитию спорт, культуры и релегии, очень коротко, было вот три ФОКа физкультурно-здоровительных, культурно-спортивных введено, планируется еще три, порядка 200 воркаут-площадок, открыто 8 комьюнити-центров, также у нас закуплено 8 помещений в четырех районах для открытия новых библиотек. Но это очень коротко, на самом деле объем большой. И самый вот второй момент, который бы я хотела подчеркнуть, это то, что депутаты нашей партии, Аманат, абсолютно каждый депутат отчитался перед своими избирателями, перед населением за... Деланной работе. Безусловно. Либо по пунктам, закрепленным в дорожной карте, либо по своим предвыборным обещаниям. Замечательно. Асяя Аканна, спасибо вам большое, что нашли время прийти к нам в студию, ответить на очень важные, действительно актуальные вопросы для жизни наших горожан. Успехов в работе. Спасибо. Всего доброго. Об итогах дня очередной, 21-й сессии Масляхата, Город Алматы, мы говорили с председателем комиссии по общественному развитию, культуре, спорту, религии, молодежи, Масляхата, Город Алматы, Асьюй Акановый. А мы продолжаем. Первый поток наших олимпийских спортсменов отправится в Париж уже завтра. О том, насколько подготовлены наши соотечественники к предстоящим олимпийским играм, с нами поделится советник министра туризма и спорта по связям с общественностью и средствами массовой информации Диасах Мишариб. Сейчас он с нами на прямой связи. Здравствуйте, Диас, совет Калиуле. Скажите, пожалуйста, кто из казахстанских спортсменов будут первыми в соревновацию на Олимпиаде? Добрый вечер. Да, завтра 20 июля первый десант нашей сборной отправится в Париж, будут размещаться в олимпийской деревне. Это наши боксеры, дзюдоисты, стрелки из лука и спортивная гимнастика. 26 июля будет церемония открытия и 27 числа будут разыгрываться первые медали уже в дзюдо. Ельдо, Сметов, Абиба, Бужаконова, лидеры наших команд начнут, я так думаю, что проложат хороший путь для успешного выступления всей нашей сборной. Будем болеть за наших дзюдоистов. И, соответственно, другие спортсмены, согласно календарю игры, будут выступать на Олимпиаде. Диас, совет Калиула. А вот где разместятся наши спортсмены и какие для них на сегодня созданы условия? Да, хороший вопрос. Ну, здесь уже по правилам Международного олимпийского комитета есть олимпийская деревня. 10 тысяч спортсменов будут жить в одной деревне, где предусмотрено все для спортсменов. Там прачечная, столовая, сауна, бани, беговые дорожки, фитнес, бассейн. Есть также ресторан по видам кухни. Там паназиатская кухня, американская халал-кухня. То есть 24 на 7. Внутри деревни будут ходить, курсировать шаттлбассы, полицейские, охрана. Деревня будет окружена полицейскими, целый кордон. То есть чужие люди туда уже зайти не смогут. Только для спортсменов и тренеров, которые находятся в олимпийской деревне. Там все условия созданы. Деревня уже открыта в Париже. И наша группа завтра уже будет размечаться в этой деревне. То есть там все уже подготовлено. Нам стало известно, что на улицах Парижа вывесили фотографии наших спортсменов. Можете рассказать об этом подробнее? Да, в нашем посольстве будет развернут казахский дом. Он туда сейчас совместно с посольскими ребятами. Они нам очень здорово помогают. От посольства Казахстана во Франции нам здорово помогают. И мы развесили фотографии наших олимпийцев, наших лидеров, скажем, команды. Также внутри будет небольшой импровизированный баннер. Два баннера внутри на улице. И когда наши спортсмены будут завоевывать медали, мы думаем, это будет поздней ночью по нашему времени, потому что время в Франции немножко отстает. Мы на следующий день утром будем привозить в казахстанский дом, в наше посольство наших чемпионов, призеров, и там будем проводить чествование, награждение. Вот поэтому, в принципе, вот такой ход. Там будут собираться не только наши спортсмены, наши тренеры, а также и гости олимпийских игр, представители диаспоры наших. То есть, кто туда приезжает, они будут заходить в наше посольство. Это вход свободный, это не режимный обег, это консульство. Поэтому мы выбрали именно совместно с посольством, отработали этот вопрос. То есть, это будет своеобразный казахский дом, где будут собираться все наши граждане Республики Казахстан. А что касается формы, то, в первую очередь, я про это уже говорил, что в этом году мы объявили большой конкурс, комиссию, то есть, это выбрала комиссия многочисленная. Она очень удобная, дышащая, в Париже очень жаркая, легкая. Практичная, качественная. Самое главное, спортсменам понравилось. И вот для нас это большая победа, большой плюс, что спортсмены все-таки дали самую высокую оценку. Спасибо, Диасовит Калиуле. Мы с большим энтузиазмом ожидаем начала Олимпийских игр и, несомненно, надеемся, что каждый казахстанец будет болеть за наших спортсменов. В Казахстане могут ввести максимальные суммы по потребительским займам и микрокредитам. Ограничения коснутся только беззалоговых кредитов. Отмечу, проект постановления пока находится на стадии обсуждения, который продлится до конца июля. Тем временем казахстанские экономисты не поддерживают данную инициативу. Асим Жан-Жузбаева разбиралась в нюансах. В Казахстане планируют ввести новые ограничения на кредиты. Согласно предложенным изменениям Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, максимальная сумма беззалогового кредита, который можно будет получить в банках второго уровня, составит 2200 мрп. Это порядка 8 миллионов тенге. Для микрофинансовых организаций лимит будет установлен на уровне 1100 мрп или около 4 миллионов тенге. Как отметили в ведомстве, новые правила не коснутся случаев с залогом. По данным агентства, общая задолженность казахстанцев перед банками второго уровня на 1 мая 2024 года состояло почти 18 триллионов тенге. В то же время задолженность перед микрофинансовыми организациями достигла 1,3 триллиона тенге. Ситуация с просроченными займами также вызывает беспокойство. Тем не менее, казахстанский экономист считает, что данные ограничения негативно скажутся на экономической деятельности субъекта финансового рынка, тех же банков или микрофинансовых организаций. В целом, у них есть картина. Кому можно давать, кому нельзя давать. Есть также у многих банков свои клиенты, у которых есть кредитные лимиты на 100 миллионов, на 150 миллионов, которые они в свое время доказали, платят. Вот это предложение АФР существенно будет ограничивать их возможности. И это очень негативно скажется на экономическую деятельность этих субъектов. Агентство выдвинуло на публичное обсуждение проект постановления, которое продлится до конца июля. Если документы одобрят, то взять в долг у банков и микрофинансовых организаций можно будет не больше установленной суммы. Отмечу пока, что кредитно-финансовые учреждения сами устанавливают границы, учитывая свои возможности и коэффициенты долговой нагрузки клиента. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Хороших вам выходных. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин